МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друг, наставник, старший товарищ. Свой профессиональный праздник отметили те, кто однажды выбрал для себя непростую профессию учителя. Передать свои знания и опыт подрастающему поколению, воспитать в детях нравственные качества и чувства прекрасного. К этому стремится каждый педагог. В департаменте образования прошел торжественный вечер, посвященный Дню Учителя. Педагоги Сарова принимали поздравления и слова благодарности за свой нелегкий труд. Собственные методические разработки, эффективное использование новейших образовательных технологий, а также высокие результаты учеников. Все это легло в основу конкурсных работ педагогов, которые отмечены грантами президента и губернатора области. Вручая награды, представители регионального министерства образования отметили, что работу учителя не только научить, но и воспитать в ребенке человека с активной гражданской позицией. Она действительно благодарная, потому что надо понимать, что десятки лет память о каждом учителе в сердцах его учеников. Я поздравляю нас с вами с этим замечательным праздником. Почетные грамоты, благодарственные письма, памятные подарки и, конечно, цветы вручили тем, кто передает свои знания детям. С поздравлениями к учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования обратились представители городской думы, администрации и ядерного центра. Вам хочу пожелать хороших, внимательных, талантливых детей, хотя вы сами все говорите, что дети все талантливые, но приложение к ним адекватных родителей. Одни только начали свой путь на педагогической стезе, другие отдали работе в школе больше половины жизни. За плечами Татьяны Степановой 30 лет педагогического стажа. Получая награды за свою работу, она считает, что главное в профессии учителя – это при любых обстоятельствах оставаться человеком. Наверное, не потерять уважение своих учеников, видеть их глаза понимающие, которые готовы с вами общаться, готовых общаться. Но, наверное, знание предмета важно, но не настолько. Вот человеческие качества являются, мне кажется, ведущими. После церемонии награждений педагогов ждал праздничный концерт, который подготовили учителя и воспитатели школы-интерната номер один. Сценки про учеников и их наставников, танцы и рэп-композиции стали приятным сюрпризом для гостей вечера. Несовершеннолетние саровчане продолжают попадать в криминальные сводки полиции. В этот раз жертвой малолетних преступников стал 40-летний житель нашего города. Возле продуктового магазина на улице Дзержинского двое юношей в возрасте от 14 до 17 лет попросили у мужчины закурить, после чего начали его избивать. К счастью, обошлось без серьезных травм. Сейчас по этому делу ведется расследование. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Ночью 3 октября на пульт дежурного полиции поступил сигнал с КПП номер 3. Мужчина пытался пронести в город саженец дерева Вяза-Шершава. При этом был сильно пьян и вел себя вызывающе. На проходной был вызван наряд полиции. После звонка продавцу по указанному номеру выяснилось, что дерево было украдено. По данному факту проводится проверка и если подтвердится факт кражи, любители крепких напитков ждут серьезной неприятности. Ведется расследование и по делу о ДТП, произошедшего в старой части города. Женщина-водитель на улице Держинского сбила ребенка. Правда, 14-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и появилась на проезжей части, выбежав из-за припаркованных автомобилей. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка получила телесное упреждение и была после осмотра врачом КБ-50 отпущена домой. У нее незначительные ушибы были диагностированы. Еще один водитель отправился на больничную койку после аварии на проспекте Музруково, которая произошла в ночь с четверга на пятницу. Водитель 95-го года рождения, управляя машиной Тойота Камри, не справился с управлением, выехал из-за предела проезжей части дороги и совершил наезд на световую опору. Какова была скорость машины? Был ли водитель пьяный? Кто будет платить за восстановление фонаря? Придется выяснять полицейским. Виновник ДТП находится в реанимации. В тяжелом состоянии никаких показаний дать не может. Саровчан приглашают на встречу с известным писателем и радиоведущим. 12 октября наш город посетит Леонид Володарский, синхронный переводчик многих зарубежных видео и кинофильмов, появившихся на экранах в 80-х и 90-х годах, и человек, который первым перевел рассказы Стивена Кинга. Встреча пройдет в библиотеке имени Маяковского. Начало в 18 часов. Вход свободный. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан приглашают на гастрономический праздник «Золотая осень». Он пройдет в субботу 13 октября в селе Лесной Цыбаево Тимниковского района. Гостей ждет ярмарка дегустации национальных блюд, кулинарные мастер-классы, фотосессии в этническом антураже, концерты и многое другое. «Золотая осень» пройдет в Музее мордовской культуры «Этнокуд». Начало в 12 часов. Информационный спонсор праздника – Мордовский государственный природный заповедник. Почти 100 саровчан выразили готовность помочь детям, которые больны раком. Такую цифру на днях озвучили организаторы акции по сдаче крови натипирование для Национального регистра доноров костного мозга. Она, напомним, прошла 3 октября в столице региона и еще 13 городах Нижегородской области. В общей сложности сдать кровь пришли 1665 человек. Гораздо больше, чем рассчитывали привлечь организаторы. На всех желающих не хватило пробирок, поэтому с 10 по 16 октября в регионе пройдет дополнительный прием граждан, которые готовы подарить новую жизнь онкобольным. Саровчанин прошел во второй этап конкурса Народной участковой 2018. Капитан полиции Андрей Ширеев имеет все шансы дойти до финала, где будет представлять Нижегородская область. Но для этого ему нужна наша поддержка. Отдать свой голос за саровского участкового уполномоченного можно на официальном сайте Нижегородской полиции. Голосование уже началось и продлится до 17 октября. В конце августа в нашем городе был создан штаб по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В его состав вошли представители прокуратуры, полиции, департаментов администрации и клинической больницы номер 50. По инициативе прокуратуры Нижегородской области раз в неделю на заседании рабочего штаба обсуждаются направления работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и меры по повышению ее эффективности. Подробности далее. Несмотря на усиление борьбы с наркоманией, преступления в этой сфере в нашем городе происходят регулярно. Однако говорить о росте случаев незаконного оборота и употреблении наркотиков сегодня пока рано. Вспышка преступлений наблюдалась в 2015-м. Тогда на черном рынке появилась новая категория синтетических веществ и под удар попали несовершеннолетние. Сейчас вот стабилизировалась ситуация и надо отметить, что радует, что за последние два года не было ни одного официального случая выявлено нахождение в состоянии наркотического пьянения несовершеннолетних. Для того, чтобы в криминальных сводках фигурировало как можно меньше подростков, в городе ведется комплексная работа по профилактике употребления наркотиков. По официальным данным, сегодня на учете в ПНД стоит трое несовершеннолетних саровчан. По взрослым цифра, опять же, состоящих на учете, она, опять же, несколько упала. В прошлом году было по состоянию на 9 месяцев 210 человек, то в этом году у нас 203, то есть снизилось количество лиц состоящих. С развитием интернета и современных технологий появляется все больше способов сбыта наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов занимаются регулярным мониторингом сети. На данный момент выявлено как минимум 15 сайтов, где организован незаконный оборот запрещенных веществ. Для получения обратной связи от горожан в общественных местах установлены ящики для анонимных обращений. Ящики проверяются, и оттуда информация забирается, сведения передаются в ОВД, они могут использоваться в оперативных работе, поскольку это анонимные сообщения. Ящики для анонимных обращений можно найти на проходных заводах в вестибюлях Первой детской поликлиники на Курчатова, а также в крупных торговых центрах. Прививать детям чувство патриотизма, знакомить их с историей нашей страны, помогать молодежи готовиться к службе в армии. И все это в одном месте. В нашем городе открылся ресурсный центр патриотического воспитания. О том, что городу необходим такой единый центр, говорилось уже давно, но воплотить идею в жизнь смогли лишь этой осенью. К его созданию приложили усилия участники многих клубов, работающих в этом направлении. О том, как прошло первое рабочее заседание, расскажем далее. Встреча прошла в домашней обстановке за чашкой чая. На первое рабочее заседание пришли представители ДМИС, ЦВР, военного комиссариата, национального отряда Витязи, клубов мужества и армир, юноармейского отряда школы номер 16 и правление организации «Дети войны». Надеюсь, что в рамках этого центра юные жители нашего города получат возможность приобщиться к различным направлениям военно-патриотической деятельности. Это и историческая реконструкция, и военно-патриотические клубы, и возможность общаться с ветеранами, с участниками боевых действий. Главная цель муниципального ресурсного центра – объединить все организации, которые занимаются патриотическим воспитанием детей. Совместная работа поможет сделать мероприятия, которые проводят клубы, более масштабными. Но на дополнительное финансирование или другую материальную помощь рассчитывать не придется. Мы предоставляем информационные ресурсы, мы ведем сайт, мы можем на сайте разместить вашу информацию. Центр только начинает свою работу, и его возможности со временем могут расшириться. Поэтому в ходе беседы участники высказали все свои идеи и пожелания. В числе предложений было заниматься не только военным, но и гражданским патриотическим воспитанием ребят, а также включить в число мероприятий допризывную подготовку юношей и проведение военных полевых сборов. 29 октября исполнится 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. В преддверии праздника по всей стране проходят концерты, открываются юбилейные выставки, которые рассказывают молодому поколению об истории советского молодежного движения. В канун Большого юбилея в Молодежном центре прошел концерт «Любовь к комсомолу весна». На сцене юные солисты и танцоры взяли те, кто всю свою жизнь трудились на предприятиях, развивали производство и были участниками самого массового молодежного движения советских времен. Вера Матвеевна Афонина вспоминает те года с трепетом и ностальгией. Все свободное время юная Вера вместе со своими товарищами тратила на общественно полезную работу. Собирали мы макулатуру, ходили, помогали пожилым на домах. Я в сельской местности жила и знала, что кто-то плохо ходит. И мы приносили дрова и водичку. Вера Матвеевна приехала в Саров в далекие советские годы. Всю свою жизнь она посвятила медицине. Сначала работала в отделении хирургии клинической больницы, затем в профилактории ядерного центра. Сегодня Вера Матвеевна вместе с другими участниками праздничного вечера «Кодню комсомола» вспоминает старые добрые советские фильмы и поет любимые песни своей молодости. «Это вообще незабываемое то время. Вернулось бы, хотя бы на немножко побыть в то время». Организаторы подготовили для старшего поколения интересную программу. Бальные танцы, советские песни, караоке, викторина названий известных картин советского кинематографа. Праздничный концерт, посвященный столетию комсомола, был пронизан атмосферой тех лет. «Вы щедро делитесь опытом своей жизни с нашей молодежью. И рады, что молодежь любит вас за это и уважает. Мы желаем вам здоровья, душевной теплоты». Для всех гостей вечера организаторы подготовили вкусные угощения. За чашкой чая бабушки и дедушки могли пообщаться друг с другом в теплой, непринужденной обстановке. Во все времена кружево привлекало к себе внимание девушек своей изящностью и уникальностью. Процесс создания кружева не прост, но и сегодня находятся мастерицы, которые готовы неделями сидеть над такой филигранной работой, чтобы постичь секреты трудоемкого искусства. Сотрудники детской библиотеки решили возродить старинное рукоделие у нас в городе и приглашают всех желающих научиться плести кружево на коклюшках. На одном из занятий в рамках летнего проекта научной лаборатории «Открытие» Людмила Чедаева предложила детям попробовать сплести кружево на коклюшках и получила неожиданный положительный отклик. Ребятам понравилось создавать узоры из ниток. Поэтому осенью библиотеке открылось творческое объединение для любителей кружевоплетения. Это, конечно, развитие мелкой моторики, что очень важно. И кроме того, когда человек занимается кружевоплетением, у него, конечно, развивается логическое мышление, потому что кружевница каждый раз решает логическую задачу. Полотнянка со сканью, с перевивом, велюшка – это все элементы будущего кружева. Но перед тем, как перейти к витиеватым узорам воротников и салфеток, нужно освоить простые базовые мотивы. Обучение старинному рукоделию начинается с азов. Первый элемент, с которым начинается обучение кружевоплетению – это плетишок. Нужно всего лишь две пары коклюшек, и сделать нужные два движения – перевить и сплести. Плетение на коклюшках постепенно уходит в историю, и все меньше остается мастериц, которые могут создавать изысканные узоры. Поэтому все сложнее найти инструмент для этого хобби. Сотрудники библиотеки сами сделали валики и подставки. Булавки-гвоздики купили в интернет-магазине. Сейчас для занятий нужен лишь специальный прибор для наматывания ниток на коклюшке. Я думаю, что если есть желание сделать красоту своими руками, то я думаю, что любые сложности нам будут по силам. Всех желающих научиться создавать изящные предметы, декоры и оригинальные аксессуары ждут в детской библиотеке на Герцена по пятницам с 16 до 19 часов. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, САРУ-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова